Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дом Ахарона 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 11 благовоний было разных которые собирали толчили из них мы читать мы читали это мы читаем это каждый день на хадаса сам не а ювелат сори его цепь от сори ва цепорин ва хэльбина ва левона вот это мы читаем это 11 разных благовоний разных трав которые смешивали толчили их делали из них пудру вот эту пудру нужно было пустить на угли угли горели угли не толчили да 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 если у него мысли улице или неправильно да да тоже это сегодняшний лист с вами пройдем из раташем века мидама парвиза без болотняка поры кедма велиф не яка поры дезащего памим мидам минхадам bxb оо следующий пасу говорит и возьмет он крови быка и окропит пальцем своим крышку с востока и перед крышкой покропит он пальцем своим 7 раз кровью быка то есть там что он был у него очень было чашка с кровью должен был окропить крышку 7 раз говорит тора один раз вверх и 7 раз вниз и каждый раз мы читали мы читаем это на йом кипур 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 он кадра должен был читать чтобы не ошибиться чтобы было именно 7 дальше следующий пасу говорит 2 шахат и ци и рахатад ашер ла амэй вьет дамо эльми беда порохе 2 асайд дамо ка ашер асале дама парви заото алкопорит верхняя капорит говорит тора и зарежет козла жертвы грех очистительной которая за народ и внесет кровь его за завесу и сделать с кровью козла тоже что сделал с кровью be because быка и я окропит ли у крышку и перед крышкой то есть он зарезал сначала одного быка которая искуплял гриж оск better nem' gdaся койинами потом он резал козла и как он окропил кровью быка ковчег к рышку на нем и перед ковчегом с seemed и крышку 1 раз и перед ним 7 раз так же сделал с кровью этого козла который искупал грех еврейского народа какой грех говорит раши ашер а маша парня хапир алакова ним то что бык искуплял за коэнов миха пера саир ала исраэль этот козленок искупал евреи искуплял грехи еврейского народа в ума саир шаала лава горо лаше то есть если евреи понять по не знаю по ошибке заходили в бета-мигдаш нечистыми и оскверняли его вот этот козел которую приносили в жертву было два козла один отпущение а второй для всевышнего вот этот козел на которого выпал же жребий для всевышнего этот козел искуплял грех а не умышленного осквернение бета-мигдаши к ашер асале дама пар ахат лимана мишева лимата говорит ора как он сделал с кровью быка один раз вверх и семь раз вниз не друг за другом это тора на сегодня новина сегодня продолжается опять сожалению рассказывает нам о тяжелых временах еврейского народа говорит на ви дальше так вы ищет эшет рею аса това бе ищет карато тиме без има ве ищет ахото батабив и на бах говорит на ви страшный псуки человек женой ближнего своего творил мерзость а другой человек невестку свою осквернял развратом а третий человек сестру свою дочь отца своего бесчестил у тебя такой был разврат к сожалению говорит о раши нет на этот пасук раши как мы сказали грешили с чужими женами и грешили со своими невестами грешили со своими сестрами по отцу но не по матери то чок от лаку вах ли ман шефог да не шеф витар битлака 2 ватт 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 ватты и реайх ба о шик в и ут и шахахт на ум аду най даже говорит на ви взятки брали среди тебя чтобы проливалась кровь проценты и прирост брал ты и наживался на ближнем своем притесняя его а меня забыл слова господа всесильного бога да говорит раши юбеет ватт 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 и реаль и шар это лава их баошек шашак мина они грабили бедняков и обогащали других брали взятки проливали невинную кровь да если судья неправильно судит берет взятки виновны становится невиновным а в невиновным виновным на кахад ничьми рабида и чарта этого маях мимо мона шахта это они грабили бедняков и обогащали своих любимцев любимых и забыли в север и шнама даже говорит он и не ги кейти хапи эль бицеех ашер оси иди веал даме ашер юбеет окех и вот ударил я рукой свои из-за каристолюбия твоего которые проявлял ты и из-за крови твоей которая была пролита среди цебя то есть говорит бог и кейти хапи цаак ти вай кина эль бицеех аль бог уже стоит то есть бог хлопнул в ладошек ой уже бог стал оплакивать их за их грехи за грабеж которые они делали тогда дальше говорит нами а я мод ли бэх ими хезат и ядаях лая мим ашер они оси и устроить ли устоит ли сердце твое будут ли крепкие руки твои в одни которые я готовлю тебе я бог сказал и сделал то есть бог готовил им наказание ашер они оси от ах кефа вле говорит раши то что я сделаю тебе говорит бог за твои действия то есть мера за меру как себя ведешь и даже говорит нави в офицоте отах багуи мазере тих варацот вахат вахат тимути тум атех миме говорит бог и рассею я тебя среди народов и развею тебя по странам и истреблю скверну из тебя я сквернишьте себя сам на то это следующий способ и истреблю и истреблю скверну из тебя то есть что говорит бог евреи заслужили изгнание ва тимути вехи лети как бог говорит уничтожен эту мату эту нечистоту как уничтожен изгнанием евреев в другие истава егале утка левена гуима ефазер утка барецотхем ва ехале егмор ет туматка мимха это нави на сегодня китовым на сегодня мешле шлому амелеха мы говорим шлому амелех дальше так глава 25 пасух 26 майон нир пас у макор машах садик мат лифней раша как загрязненный родник как замутненный источник праведник склонив склонившийся перед злодеем что это значит говорит рожим майон нир паса кубра грамм как замутненный родник говорит как этот праведник который согнулся перед грешником что грешника праведник должен упрекнуть должен поставить на правильный путь но здесь он не может этого сделать праведник который подчинен как бы злодею и не может упрекнуть его маус кима аян у макор хаммаем шиит хаит лах лех венешхад берегле бне адам такой праведник как бы неприятен как вода загрязненная ногами людей по которой они ходят дальше грешного ахоль два шхарбот лотов на хеккер кеводом к вот говорит что но не стоит обидаться медом но стоит изучать дороги славы ахоль два шхарбот зона рашад маасе мер кого у массы береши говорит наши это изучение секретов торы колесницы всевышнего создания мира он горит слишком этим много увлекаться не надо но второе говорит но стоит изучать дороги славы и говорит рожей беды в рейха хаммим ешь лишь оль веля хаккор но слова мудрецов нужно изучать и исследовать сказали что почетно изучать причину постановления мудрецов почему мудрецы постановили это и постановили это чем причина это очень хорошо изучать даже говоришь но масса мер кого это то как из чего состоит колесница всевышнего как был создание мира очень спрашивала как было там как бог создал мир что было до этого что было после этого что моля говорит этим много не надо увлекаться интересно увлекаться не надо то дальше говорит что мол ир перуца хома иш ашер маца на руку вот город разрушенный и лишённые защитность стены это как человек потерявший власть над собой находится золомом иль streng ищет методерия не Privатарь где он quota проснавonner к помогите Alrighty да внешне столько же дальше ошибка визаẳн к водой свою форму аж иvl 4 разрушенный и не забудется как бы называется на то чтоateränn של shop ашер сканд цена если позиция то их Bryan не свой успествор о с тем carries вот так дела интересно остального Любой, кто хочет зайти и выйти в любой момент, может туда зайти и выйти. Так и человек, который не управляет своим духом, который не может держать себя в руках, не может избежать слов, которые не нужно говорить, желаний, которые не нужно делать и так далее. Дальше говорит Шломо, на этом мы закончили 25 главу, мы начинаем 26. Говорит Шломо. Говорит Шломо так. Как летом снег, как дождь во время жатвы, так не годится глупому почету. То есть как снег не нужен летом и дождь, когда собирают урожай, так и глупец не заслуживает почета. Он говорит, что летом берут инжир и выстраивают его, чтобы его засушить. Тогда снег не нужен, мы хотим, чтобы этот инжир высох, из него делают потом сушеный инжир. И также говорит, что дождь, который идет во время сбора урожая, который портит эту пшеницу. Как летом снег, так и не годится непригоден глупец для почета. Кто входит в категорию урожая, категория, есть какие-то причины? Сейчас посмотрим. Катипор ланут кадрор, катипор ланут кадрор лауф кен килат хинам ло того. Говорит Шломо так. Как птица вспорхнет, как воробей улетит, напрасное проклятие пропадет. Они объясняют здесь, что не пристанет бранное слово к праведному и мудрому человеку. Уже хорошо, что он говорит. Шломо говорит, что как птица, которая улетает, или как птица, которая возвращается к себе в гнездо. То вот это проклятие вернется к тому человеку, который его произнес. Так объясняет Раши. Как они перенесли? Как птица вспорхнет, и как воробей улетит, напрасное проклятие пропадет. Так они перевели по-русски. Но здесь переводится так. Как вот эта птица постоянно возвращается к себе в гнездо, так и проклятие, которое произносит человек, вернется на него самого. Как мы говорили, человек, когда проклинает, один палец вперед, три на себя, и один смотрит на Бога. Когда он оказывает, ты такой, ты сикой. Он говорит, кенам калель бехинам. Человек, который зря проклинает. Это проклятие вернется ему самому на голову. То это кто вы на сегодня. Так зря можно. Не зря? Не за что. То дальше, Мишна. Мишна на сегодня трактат Ктувод, лист 13-й. Очень интересный Мишна. Говорит Мишна так. Было два судьи, которые судили и постановляли, и устанавливали штрафы для грабителей. Одного звали Адмон, ве Ханан бен Абишалом. И второй был Ханан бен Абишалом. Ханан умерш не дворим. Ханан сказал два постановления, две вещи, с которыми не были согласны мудрецы. Адмон умерш шива. Адмон, второй судья, сказал семь. И даже с ними мудрецы не были согласны. И сейчас мы их объясним. Часть из них будет объяснена. Первое постановление такое. Человек уехал за море, имеется в виду пошел в бизнес-трип. И жена его требует пропитания. Говорит Ханан, что она должна поклясться в начале. Что это значит? То есть муж уехал, потом пришла вещь, что он умер. Когда она хочет поучить Ктубу, она должна поклясться, что ее муж ей ничего не оставил. То есть, если ему что-то оставил, то это вычитается из ее Ктубы. Поэтому он говорит, изначально она должна быть поклясться. Или если муж придет, вернется из трипа и скажет, слушай, я ей оставил вещи. Велот шава бетхила. Так он говорит. Тишава басов. Она клянется в конце. Велот шава бетхила. Но не в начале. Бешат гвиад мезонот. Или гвиад мезонот. Эн царих шивуа. То есть, женщина, которая осталась без мужа, есть две вещи. Должны дать ей пропитание. И должны ей дать ее Ктубу. Поэтому говорит Ханат. Она когда должна поклясться? В конце. Когда она скажет наследникам своего мужа, отдайте мою Ктубу, она должна поклясться, что у нее ничего нет от ее мужа. Но не в начале. Но когда она говорит, дайте мне пропитание, она не должна клясться, что у нее от мужа что-то есть. Они обязаны ее кормить. Ктубу хранится в женщине, что у нее есть в Ктубу. Да. Не имеется в виду, деньги за Ктубу. Деньги, которые записаны в Ктубе. Не сам документ, а деньги. Спасибо. Дальше. Сыновья Коэнов, не согласны с его постановлением, сказали, что она должна клясться и в начале, и в конце. Когда она должна будет получить пропитание, чтобы что-то кушать, должна будет поклясться. Амар Раби Доса бен Аркинас, кедивреем. А клясться с чего? Что у нее деньги или что? Да, что у нее нет от мужа ничего. Не осталось. Что не осталось от мужа ничего. Сказал Раби Доса бен Аркинас, кедивреем. Он говорит, так Аллаха должна быть как эти кухани, а не как этот судья Ханан. Амар Раби Йоханан бен Закай, Амар Рабан Йоханан бен Закай, Яфе Амар Ханан, Лотишавай Лабесов. Рабан Йоханан бен Закай не согласен с куэнами и говорит, этот судья Ханан сказал правильно. Пусть она поклянется лишь в конце, когда требует свою кутубу или деньги, которые прописаны ей в кутубе. Когда это, он говорит, когда ей дают пропитание, объясняет здесь Мишна Телезер, через три месяца после того, как муж ушел. Потому что мы знаем, что муж, который ушел, он пустым дом свой не оставит. Он оставил ей деньги на пропитание. Вторая Мишна, Миша Аллах Лим Динатая, ве Амад Эхад у Фернес, это что? Это тоже интересно. Он говорит, так, человек уехал на Бизнес-Трип, за море уплыл, другой его сосед увидел в его жену, что она одна, дал ей деньги на пропитание. Ханан умер и бед эдма отава. Ханан умер и бед эдма отава. Теперь, когда муж вернется, он захочет деньги, получит он свои деньги или нет, этот судья Ханан сказал, он свои деньги потерял. Его никто не просил ее кормить. Поэтому зря это сделал. Но опять сыновья Коэн Гадоли не согласны с постановлением этого судей, сказали нет. Пусть тот, который помог ей не умереть с голода, поклянется, сколько он потратил, посчитает, я потратил на нее тысячи долларов, и потом получит с ее мужа эти деньги. Раби Доса сказал, так должно быть, как слова сыновей Коэн Гадоли, и он должен получить деньги обратно. Рабан Йоханан бен Закай сказал, этот судья Ханан правильно сказал. Правильно он сказал. Рабан Йоханан бен Закай сказал правильно, что когда он стал давать эти деньги, все равно, что он положил свои деньги на рога оленя, который с этими деньгами быстренько убежит. Как мы сказали, почему поставил на рога этого оленя, мы сказали, если олень убежал, невозможно его вернуть, или он иногда встряхает свою голову, и деньги потерялись, и не сможет их вернуть. Это если он сам сделал. Но объясняет Мишнаде Лезер, так мы сказали, но если он дал деньги в долг этой женщине, чтобы она ему заплатила, тогда она берет деньги у мужа, когда он вернется с своего бизнес-трипа, и потом она возвращает ему в имя балу, умерщенатан, на мезонод, нежба упатур, и в имя имена лихчит гареш, о лихчит и альмен. Но если муж говорит, что он дал ей деньги на пропитание, тогда он клянется этот муж, и он освобожден от уплаты денег этому доброму человеку. Что он делает? Тогда этот добрый человек ждет, или когда она разведется, или когда у нее муж скончается, и она будет вдовой, тогда он потребует свои деньги у нее, и она должна будет заплатить. Третье. Адмон, теперь два постановления ханана мы прошли. Третье, Мишна говорит так, Адмон умер шива. Семь постановений, или семь, высказывает, сказал этот второй судья, которого звали Адмон. Миша Медвинир Баним Уванот. Человек, который умер, не дай бог, и у него остались сыновья и дочеря. Без манша Анхасим Мерубим, Габаним Юршим, Коран Анхасим, Вабанот Низонот. Он умер, и у него есть много денег. Тогда сыновья его наследники, а дочерям дают пропитание из его имущества. Должны их кормить. Откуда они теперь? Если дети сыновья у наследовали, то эти сыновья должны кормить своих сестер. С наследием. Если они не замужем, да. И не забирать у них за один раз. Но если человек скончался, и у него нету много денег, тогда что делают? Говорит Мишна, Чипе. Что значит мало денег? То, что осталось недостаточно, чтобы пропитать их всех 12 месяцев. Или Рамбам говорит, что недостаточно денег, чтобы кормить детей, пока они вырастут. Кто считается взрослыми детьми? Две девочки 12,5 лет, мальчик 13 лет. Здесь еще детский сад уже в наше время, дети в это время. 40 лет еще с папой и мамой живут. Поэтому что происходит? Недостаточно денег, чтобы кормить их или целый год их всех, или до этого возраста, возраста зрелости. Тогда говорит Мишна, «Абонот язуну, вы абоним, я цирола патахи». Тогда девочек кормят из того, что оставил отец, а мальчики должны ходить и попрощайничать. Потому что нету, для обоих, для их всех нету денег, чтобы их всех накормить. Теперь говорит дальше. Так считают мудрецы. Но этот судья Адмон, Омер Адмон, говорит так, «Бештвильче, они, Захар, и всадите». «Алло, Захар, я терра, ули, ируша, и минхазими рубим, вехими пне, ки, и везе, а все, и минхазим, муатим, эйла, а филм, и минхазим, муатим, я зону, кула, нехай». Говорит этот судья Адмон, говорит, «Так как я мальчик, я проигрываю. Я как мальчик, по закону, кто наследует отцу? Мальчики. Если папа хочет дать своим дочерям что-то, должен дать это перед смертью, при жизни. И то при жизни не дает. Он пишет, говорит, потому что мы сказали, как только деньги перешли к детям, все, они уже про родителей забудут. Есть законы, как правильно писать завещание. Поэтому он говорит дальше, Адмон говорит, нет, должны кормить и мальчиков, и девочек. Не должны мальчики ходить поправшайничать. И мудрецы с ним не согласились. Амар, Рабан Гамлеэль, рвай они от девре Адмон. Рабан Гамлеэль опять говорит, что он согласен с этим судьей Адмона. Четвертое мишна. Человек, который пришел в суд и говорит, Манай Мунэль должен мне 10 кувшинов с маслом. А он говорит, да, я должен тебе несколько бутылок. Теперь, имеется здесь в виду, будет кувшины или бутылки, это одно и то же. Он говорит, да, я должен тебе пустые кувшины. Я говорю, он мне должен 10 кувшинов с маслом. Он мне говорит, я должен, не, все, что я должен, да, я тебе должен 10 кувшинов. Теперь, очень важное правило. Правило говорит так. Адмонумер всего лишь кувшины. Адмон говорит, так он сказал, я должен кувшины. Это все равно, что он что-то признал. И поэтому должен будет поклясться, что он больше этого ничего не должен. Так что, Адмон, то, что он признал, что он мне должен дать пустые кувшины, это не считается тем, что частичное признание своего долга. Поэтому, как они говорят, он не должен будет клясться. Как выясняет здесь Мишнат Элизер, хаттовая, не только чемень, шеур асэр кадын, умашь, тавану, лохуда, да, мудэлл пехадын. Амар Ван Гамалейл, роэя не, аддивари Адмон, и им тавану пофируш кадын, им шемен, гам хохамин, мудэм шишавейн. Рабан Гамалейл, апец согласний с Адмонну, мудриснис, с ним не согласный, но обезняет, мишнат Элизер, есть ли тоц, кто требует, него он говорит ты мне должен, когда мы говорим ты мне должен 10 кувшинов вина, 10 кувшинов масла, что я имею ввиду, кувшины или масло? Масло, которое там, но если я пришел и требует беден, говорю ты мне должен 10 кувшинов и масло которое в них то есть он мог сказать лучше вот масло, перелей своя кувшина я тебе масло должен, не кувшин но если мне должен и масло и кувшины и он признал эти должен лишь всего 10 пустых кувшинов тогда и даже мудрец согласны с этим адмоном что он должен будет поклясться это считается что он частично признает свой долг передо мной то без радости чем продолжим вечером барухадуна или аула аминь